всем огромнейший привет сегодня первый день после новогодних рождественских каникул и я хочу показать свою небольшую работу которую мне удалось сделать за этот период мне некогда было вышивать на самом деле все время было посвящено семье и обустройство нашего дома поскольку если вы помните я говорила что у нас будут ремонтные работы у нас просто нет другого времени для того чтобы выбрать для таких дел а квартира требует ремонта поэтому мы потихонечку его начали преображаем сейчас кухню нужно сказать что мы кое-что сделали но конечно не успели все однако смена обоев на кухне предполагает что там будут меняться и вышивки эти вышивки вам покажу попозже но так как негде было расположиться со своими палетками нитками нарезанными и т.д. и т.п. я взялась за бисерную работу если вы помните когда-то в видео о своих наборах бисерных наборах вышивки бисером я показывал эту косметичку от фирмы вышивая бисером эту косметичку я взяла просто из любопытства мне хотелось узнать что это за фирма и так как мне не откажешь в любви к прикладным вещицам выбор косметички был ожидаем вы наверное помните как я показывала вам вот эту интересную инструкцию от производителя где они очень подробненько описывают что нужно посмотреть пришить и отметить вот на этом трафарете все крестики крестики все весь бисер который пришивается смешная инструкция честно говоря конечно я обошлась без нее все это было лишнее я думаю что это просто пустая трата бумаги и чернил прямо жуткими черными пятнами ну возможно кому-то это и пригодилась бы я воспользовалась только схемой которая была вложена в набор этого был достаточно единственной проблемой было вышивать вот этот узор пять раз так как косметичка пятиклинка сейчас вы можете посмотреть сколько бисер осталось бисер осталось в принципе много это неплохо так как бисер падет другие работы в какие-то творческие решения скорее всего в новогодние работы к новогодним игрушкам ну или еще как-нибудь я думаю что он никогда не пропадет и сейчас покажу что у меня в итоге получилось а получилось у меня вот такая косметичка мешок достаточно объемная мне кажется она не очень маленькая вот вот такой огроменный мешок куда можно сложить все что угодно я попыталась по картинке посмотреть как протяну шнур как бы он вот затягивался таким образом что он должен висеть мне кажется шнура здесь не хватает можно было бы немножечко по длине и сантиметров на 30 было бы удачнее но в принципе это можно сделать обвязь в одну в один раз и возможно этого было бы этого было бы достаточно если завязывать эти шнурочки если посмотреть на саму вышивку она выглядит таким образом здесь какой-то стилизованный цветок в принципе сам узор мне нравится и цветовое решение в голубизну мне тоже нравится если вы увидите на титульном листе разницу с тем что получилось разница это получилось за того что то я вышивала по схеме а в схеме нужно было использовать вот здесь на верхушечку цветка белый бисер на титульном листе здесь совершенно не белый бисер как вы видите верхушка темненькая то есть там с красным сочетается оранжевый и вообще некоторое сочетание цветовое решение немножечко другое на титульном листе очень хорошо видны разница вот зеленого цвета светлого и темного здесь же все сливается мне кажется абсолютно не видно где зеленый где светлый где темный оттенок то есть не просматриваются сами веточки очень сложно просматривается узор вот в этой части где встречается немножечко коричневого красного и оранжевого цветов сочетание желтым если посмотреть на сам бисер то он конечно немножко других оттенков получается из-за того что на черной основе этот бисер приобретает какой-то немножко другой оттенок может быть даже немножко грязноватый оттенок ну лично мне так показалось хотя в общем и целом результатом я довольно получилось неплохо нужно сказать что вышивать бисером вот этот проект было несложно так как эко-кожа была вся в дырочку перфорация была специально сделана под этот рисунок ничего протыкать не нужно было поэтому очень удобно и вышивалась именно так как при производители предусмотрел и края тоже сшивали с бисером достаточно просто единственное что нудновато так как пришлось повторять одно и то же да ну вот такой огроменный мешок достаточно вместительный мне трудно сказать что сюда можно положить но наверняка что там можно положить если это косметичка какие-то может быть крема я думаю что это у меня будет подарочный вариант таким образом я начала уже готовиться к 8 марта сейчас не успеешь оглянуться как праздники будут на носу и нужно будет что-нибудь дарить я думаю что это прекрасный будет подарок сама организация процесса у меня была очень и очень элементарная вот такая вот на крышечке из подквашенной капусты я был насыпан бисер всех мастей вышивала я бисерной иголкой она выдержала всю работу от начала до конца приходилось естественно пользоваться нить вдевателем и я вышивала простыми катушечными нитками черными вначале я думала взять моно нить которую не видно потом я почему-то испугалась мне показал что моно нить может прорезать эту эко кожу я остановилась на черном варианте не знаю как он будет держаться но вышивалась вполне себе замечательно мне очень нравится вышивать бисером лишь потому что не нужно менять каждый раз нить просто нанизываешь другого цвета бусинку и вышивка продвигается на один элемент вот на одну сторону у меня уходило дня три первый конечно вышивался подоши дней 5 а все остальные ну за три вечера каждый элемент вышивался и уже в конце наверно один день я потратил на то чтобы сшить все эти клинышки в такую сумочку вот я удовлетворила свое любопытство могу сказать что в целом я результатом довольна не знаю буду ли я вообще покупать вот бисерный набор именно этой фирмы так как качество бисера оставляет желать лучшего если присмотреться поближе к вышивке то бисер очень часто не откалиброван ну вот даже по центральному кресту это очень хорошо видно потому что начинает смещаться рисунок смещается я считаю что это из-за качества бисера где-то совсем узенький бисер где-то толстый бисер и несмотря на то что его очень много сама колик калибровать самой калибровать бисер я не не пробовала я не умею это делать но в принципе если не заморачиваться такими нюансами мне кажется вполне себе приличный подарок получился в итоге всем спасибо за внимание желаю прекрасного вышивали рукодельного настроения и до новых встреч всем пока